Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 803. События дня. Псалом 33, 19. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духам спасет. За 24 февраля 2018 года. Ну какие события? Паля заболела сильно. То ли с высоты прыгнула головой, ударилась. С высоты высоко, все же лазит по лестнице тут у меня. Или был вчера ветеринар. Такие клещи, если много в интернете мы нашли это, они в ухо пробираются, потом откладывают какие-то там как глисты. Яйца что-то такое забивает и на мозги влияет. У нее глаза изменились, вся изменилась. Как будто бы ей уже 5 лет, а ей там 8 месяцев-то еще нет. Зрачки расширенные. Ну там мозги, это нам мозг говорит, там что-то такое делается. Ну вот все, оставили тут уколы делать, расширять сосуды и проще. Перекись водорода уха она промыла ее, правая. А я до этого видел, что-то там течет из уха, и мы ее теплой водой отмочили. Ну а то, это событие для нас. Игнатий Лапкин. Что-то. Что-то. Игла. Дорогой наш брат Страдали, Сергей Козлов. Вот и 46 лет уже у вас позади. Это я ему написал. Вчера у него день рождения был у парализованного. Слава Иисусу Христу за его милость, что продлил вашу жизнь. И мы с вами встретились, и познакомились, и плодотворно потрудились. Аллилуйя. Маме Татьяне поклон от всех нас, от всех в общине. Сергей Парализованный, город Воронеж. Спаси Христос, дорогой и любимый мой брат, Игнатий Тихонович. Нас сильно хотели рассорить. Там разные ДС выступали. Ну, священный сан носят, а злобные такие, говорят, как хорьки в капкане. Какая разница-то? Он парализованный, страдали. С 14 лет ни на что не посмотрели. А-а-а, ты с этим связался, с Лапкиным. Ты тоже одержимый бесом. В аду тебе там начали его клеймить. Уже ужас один. Это надо же. Что значит? И, во-первых, не рожденные свыше, а одержимые лукавым духом злобы. Сергей Игнатов. Спаси Христос, Анастасия Ревко, за выписку из трудов учителя церкви Василия Великого о причине прекращения коленопреклоненных молитв в субботние воскресные дни. Данное православным христианам воспоминание о дарованном людям Божьей милости быть его чадами. Колено преклонения свойственно рабам Божьим со своими грехами, которыми мы являемся по своей нечистоте помыслов, чувств и самых дел. Сколько лет я хожу в храмы и никогда ни от одного священника не приходилось слышать о запрете коленопреклонений по воскресным дням. И во все дни Пятидесятницы, согласно двадцатому правилу Первого Вселенского Собора, Никеевска, 325 год, 318 епископов было, апостольское 52 правило и другими канонами Вселенских Соборов. Интересно, ничему не учат священники? Приходят, кто хочет, ну это-то можно научить, а старобрядцы, беспоповцы, все знают где, православные никоньяне не знают. Почему? Попы совсем не учат. В пятницу вечером уже наступает суббота по-еврейски, уже колено не преклоняем, то есть земные поклоны не делаем. Ну, делать два-три поклона, там, да на достойну, когда даже светися-светися на Верусалиме на пасхальной неделе и то делается. Ничего не знают. Семинария, академия, Осипов, развратители. Все не ладно. А вот важно, главное, сердце. Так это и сердце исходит. Нет, важно сердце. А то, что вонющие свечи стоят, невосковые, это не важно. Так зачем вы тогда продаете? Совсем не верит человек, но свечку поставить надо. Как только сесть, все студенты валом валят. Как в армию призывать, та же самая история, отмазать все. К великому сожалению, наши священники, особенно заявляющие во всеуслышание, что они публичные деятели, не говорят публично о массовом непослушании, невыполнении, незнании и нарушении этого простого и множества других канонов церкви. Я говорю, из 719 правил, нынче действующих, 413 ежедневно нарушаются, притом умышленно. Хотя можно было не нарушать. Главное, таинство крещения. Как попало, мокрой ладошкой, не погружает ничего. Разбойники, я называю, пираты захватили корабль. И уже патриарх Алексей об этом говорил, там не крестите, где не полное погружение-то. Не это. Ну, сказал сразу, предупредил. И начал их массово увольнять. Пусть идут на стройки хозяйства. Нет. Храм открытый. Едешь мимо храма, вот из Кемера выезжаешь. У нас храм открыт днем и ночью, а как раз на развилке там мимо идут. Ну, гарантию и дают, что не будет аварии дорогой. Но обман же опять. Дверь не закрытый. Сделали дверь, чтобы не закрывалась. Видно, огонь горит. Любой шофер. Ну, а машины проносятся мимо. Да так это и нужно. Ну, бесстыжие мошенники. И как-то сказал об этом в храме после вечернего богослужения. О существующем церкви правили не преклонять колено в такие дни. Но услышал ответ. А что это не грех? Да тебе зачем рассуждать грех, не грех? И откуда тебе знать? В небесной канцелярии был, ну, безбожники совсем. А кто туда из экологии, порторги, коммунисты, все туда залезли. А вообще, хотят ли прихожане, хотят ли священнослужители в своей массе, хочет ли дьявол противник повелений божьих, данных нам через пороков, апостолов и учителей нашей церкви, чтобы эти каноны соблюдались, а значит повсеместно изучались. Ну, что особенного, когда человек что-то там съел свинины немножко, там увидел где-то смерть. Что такое пасхальная неделя опресной, киштел, карается смерть, и никто не делал, а нельзя смерть. А здесь все можно делать, эпитемии нету, убрали. Раздрай. Развал. Почему патриарх проехал восток и сказал «Духовные развалины». Судя по положению дел, вывод напрашивается неутешительный. Что же делать? А то, что делает наш учитель и наставник во Христе, и не делает ни отец Дмитрий Смирнов, с казачком Кочергинем, ни другие. Как-то я подготовил выписку из канонов Вселенских соборов и раздал священникам и прихожанам. Обсуждение этого вопроса не произошло. Эти каноны никого не тронули. А один угомин нашего свято-васильевского монастыря ответил так, что каноны не догмы, которые нельзя нарушать. Он же часто любит повторять слова спасителя о том, что не судите и не судимы будете. А вот о том, что апостол Павел писал о необходимости обречения греха, вообще никто не проповедует. Не судите. Смысл один. Не троньте нас по попу. Идите отсюда. Не трожьте. Не судите. А сам судит всех, как сектанты. Зачем вы нас судите? А вы осудили 1500 лет Церкви Христовой праведников всех. Слова златоуста отвергнут. А не судите? Вы осудили, что они недействительные. Правду о Слове Божьем, канонах Церкви и что о них рассказывает ее учителя, мы слышим из уст нашего уважаемого Божьими людьми и проклинаемого сынами погибели учителя и наставника во Христе. Поэтому мне показался странным, когда-то заданный после занятий вопрос одной слушательницы о том, кого бы ей слушать из нынешних проповедников Слова Божия. Воистину сказано, что не чтут пророков в своем Отечестве, имеющий уши, да слышит. Аминь. Сергей Игнатов. Мир вам. Слава Господу за авторский видеоролик, поставлен нашим братом во Христе Виталием Калинниковым, при участии соработника Христова брата Евгения Трабко, в жилах которого течет кровь богоизбранного народа. В этом видеоролике во свете Библии с привлечением знающих святые писания священников и нашего учителя и наставника во Христе глубоко исследован волнующий, неравнодушно настроенных прихожан вопрос о понимании смысла молитвы и считаемого во время богослужения Слова Божия. Ну, от Виталия Калинникова говорит. Тут где он? Что? 3467 стихотворения написал Игнатий Тихонович. Вношу поправку. Сергей Игнатов. Да благословит тебя Господь на своем пути. Недостатки у каждого есть, но важно непрерывно и внимательно работать над их исправлением. Честно говоря, не обратил внимания ни на какие погрешности начинающего режиссера Виталия Калинникова в поставленном им видеоролике, но сравнил его с известным документальным фильмом «Глаз попиющего в пустыне». Этот фильм с участием ни одного его героя, но и других участников этого панорамного художественного повествования, где подобраны колоритные сюжеты и комментарии известных лист с разными оценками одного и того же события. В конце концов, побеждает точка зрения, основанная на слове Божьем по толкованию учителей церкви. Виталий Калинников, мужчина – это хозяин, должен крепко держать женщину в руках. Можно стихи по этой теме ваши, Игнатий Тихон, еще и других поэтов? Ну, я выбрал стихов этих, сколько ему послал. Это можно будет сейчас у него скопировать, эти стихи просчитать. Он просит, чтобы были эпиграфы. Ну, я с эпиграфами. Эпиграфы и Слово Божие. Я уже стихотворение 10 своих выбрал, но это малая часть, где упоминается о женщине, мужчине. Христос посреди нас есть и будет. Хотелось бы скопировать стихотворение Игнатия Тихон и Шелапкина о языке подачи Слова Божия, которое прозвучало в исполнении Виталия Калинникова в его видеоролике с участием Евгения Тропко. Мне также запомнился из видеоролика стих пророка Ниемии о толковании Слова Божия для его лучшего понимания, Ниемия 8.8, о проклятии на тех, кто дело Господне делает с пренебрежением и пытается удерживать меч Божий от поражения его врагов, Иеремия 48.10. Еще попутно пишу, мне запомнилось изречение одного человека, не помню его имя, который сказал, что толкование стихов Святых Писаний толкуется самим же Писанием, как толковал Господь о рассказанной им притче своим ученикам. В этот момент до меня дошло, почему напротив каждого стиха Святой Библии стоят ссылки на другие стихи. Считая псалтырь потолкования святых отцов, душа радуется, когда глужу понимаешь смысл прочитанного текста. Михаил Кальмаев Тогда, в 90-е годы, у людей была жажда слышания Слова Божия. Бог как бы открыл дверь, которая была плотно заперта в СССР. Это было какое-то чудо, что в одночасье вдруг люди, с детства воспитывавшиеся в атеистическом угаре коммунистического безбожия, неожиданно стали искать Бога. В храме хлынул народ, жаждущие искали и хотели слышать Слово Истины. А где, как, не в церкви-то и надеялись их услышать и вкусить Слова Правды. Я сам тогда в Новосибирске был в поиске человека, который бы объяснил и разъяснил мне всё. Но, увы... Слава Иисусу Христу! Но, увы, к сожалению, такого человека, как Игнатий Тихонович, встретить тогда не удалось. Пришлось самому заниматься самообразованием. Конечно, тогда в кафедральном соборе проводились занятия, и людей в нижнем храме было много. Но занятия были какие-то пресные, неживые, я бы сказал. Не готова была московская патриархия к такому наплыву людей. Священники были напрочь отучены от миссионерской работы. Да и по ним было видно, что у них не было горения духовного. У людей было горение, а у пастыря не было. Упустили благоприятный момент. А теперь сколько ни пытайся, время упущено. Народ в целом определился со своими предпочтениями. Каждый нашёл свою норму комфорта. То есть по сектам по-разному. Американские секты хлынули с церковь Христа. Новая жизнь. Апостольская церковь. Разные-разные названия. По всем направлениям сегодня церковь теряет свои позиции. Не о взаимоотношениях с властью речь, а о завоевании сердец людей и их приведения к Богу. Если бы у священников было бы подобное горение, тогда как у Игнатия Тихоновича, то мы увидели бы сейчас иную церковь. И всякие сектанты были бы далеко позади. Но имеем то, что имеем. А тут абсолютно правильно. Меня буквально рвали в каждые города. Вот сколько воинских частей было здесь, везде проповедовал. Прямо к дому подъезжаю один раз. Машины стоят, выходят два полковника. Мы тут решили зафрахтовать самолёт, чтобы на самолёте вас с одного города, с одной воинской части, с другой. Полный кинотеатр «Луч» здесь. Большой кинотеатр. Его набили военными. Меня по коридору за руку протаскивали военные. Нельзя пройти было. Пять отделов милиции в городе Барнауле. Пять отделов. Городской отдел. И краевой отдел. И везде регулярно я выступал. За мной приезжала «Волга». Меня увозили. Я в тюрьме работаю. Три радиопрограммы веду. Онлайн одна была. То есть сразу в эфир шла. Часовая, а другая полчасовая. Тут такой бунт был у коммунистов. Я держал первое место по эфирному времени. Это Бог сделал. Это благодать Божия. Вот говорю сейчас, враги там, я знаю, их косоротит. Что-то плюнуть в мою сторону. Но это было. Это никуда не идет. Но Сибирск, Академгородок. Вот школа, допустим, сестра говорит, мои дети там учатся. С учителем договорились завуч. В один класс сбивают там парты или скамейки. Бывает три класса. Провожу следующий через коридор. Класс там восьмой, седьмой. За неделю обходил большую школу. Дети очень внимательно слушали. Вот все заводы, фабрики, техникумы, институты, школы. В Барнауле в тринадцати школах регулярно вел занятия. В милиции. Там политоотдел знакомый был. Ну, везде. Еще и привокзальная. Или как ее там называют. Отдел милиции. И там, и на площади. И даже самые небольшие. Дом моды какой-то. До сапожной мастерской. Где отбывают там наказания. Расконвоированные. В тюрьме. Везде. Везде. Там училище, военная школа. Высшая военная летная школа была. Или как назвать ее. 470 курсантов. И там регулярно выступал. И фильмы это снятые. Государственные. Там эпизоды есть. И везде являлся с библиями, с евангелиями. Мой канал у нас был открыт через баптистов. Там у них был старший предсвитер как бы СИЗОВ. И оттуда мы гнали, и гнали, и гнали. И я далеко шел по лесу. В летное училище. Там такие называемые как юнги готовились. Еще только выступал. И видимо застудил плечо. У меня сильно болело. Плечо рюкзаком натерло. А да я еще. Снег еще лежал. А я вспотел и снял. То ли видимо или расстегнулся. И болел. И вот сколько здесь. Куда бы я ни шел в городе и гляну. А город большой. Семьсот с лишним тысяч. Ну это как краевой город-то. И по районным отделам милиции. Ну везде. Вот. Ну кто-то идет и говорит. Ну неужели вы здесь пропадали? Да. Еще что-то показывает. Там незначительное такое предприятие. Дом моды. И там проповедовал. Узнавали и отовсюду звонили. Вот учителей здесь собирают там заучи директоров. Какое-то совещание. Там за мной приехали. Приехали на машине. Я выступаю перед ними. И мне там среди них один такой талантливый. Попов Сергей. Он Попов Ладанов подписывается. И когда я закончил. Стихотворение это есть. И он говорит. Вышел после меня. Один учитель. Директор. И говорит. Вот. Видели? Вот. Выступал Лапкин. Это враг наш. Коммунист. Как называют. Комуняки видно. Враг наш. Но достойный враг. Вам его не победить. А я прихожу. Раздеваюсь. Прямо на сцене. Тут рюкзак. Библии. Библии почти в 10 раз были дешевле, чем церкви. Мы только за дорогу наценку давали. И все. Чтобы оправдать. Как бесплатно. Я в тюрьме. Узнали, что я в тюрьме. Приезжает машина. Приезжает полковник. Сотников. Вот. И стоит, ждет, когда я закончу. Иду по камерам. Дальше по рации выступаю. Записи делаю. Без меня там прокручивают. Объявили, что там нету динамиков. Я тут же по радио объявил. Утром 56 динамиков привезли граждане. Прямо несут. Была такая у них радиостанция РОСА. Я там был. Хорошая была. Все закрыли потом. И вот сейчас вот иду в городе. Это такой момент. Упустились священники. Но они работали. Работали только. Ловили меня в газете. Кто же такой Игнатий Лапкин? И везьянина. Просто умышленно подбивали лжесвидетелей. Войтович был тогда. Николай Павлович здесь. Отец Николай. Вот. Я в летном училище. Высшее авиационное училище. Вел занятия. А добились меня оттуда вышибли. И что интересно. Это Николай Павлович Войтович. Благощинный. А у них курировал со мной работу. Вел Мазур. Тоже Николай Павлович. Ну, это все, конечно, сделали по силовым структурам. Будет заниматься. Отец Николай Бурдин. Такой, как сутунок крепкий. С животиком. Ну, и вот. Меня вышибли. Я говорю, ну, если они не будут вести занятия. Так мои телефоны, знаете. Проходит время там, сколько они через неделю являются. И первый вопрос задали. А сколько нам платить будут? Как платить? Ну, что же, бесплатно. Так, а Лапкин у нас сколько лет? Лапкин. Мы не Лапкин. Мы не солнышко. Всех не обогреем. Они мне звонят. Он говорит, эх вы. У вас, говорит, будущего нету. А там не Мазур. Вот этот он майор был. Или подполковник. Рассказывал. Николай Павлович. И говорит, я им сказал, будущего нет. 470, кажется, 5 даже курсантов. Помещение такое. Тут можно на экране что-то показать. И вы не идете. Только с бабками возитесь-то. И они опять мне позвонили. И опять начались занятия. То есть, они за мной гонялись. Вышибались университетов, с институтов. Лезть там. Там при входе в университет, там, ну, как крысо большое, и там приходилось вести занятия. И в лесу все сохранилось. Так я один. А вас-то много. И это все. У меня книга есть. Для слова Божия нет. Уз там все отображено. Какие писали. Как за меня поэты, писатели Москвы, диссиденты там писали. Это все помещено в этой книге. Книга из одних документов. Документы. Средств истории. А у них ничего нет. А уж когда у меня книги стали выходить, я боялся показать, где печатают. Чтобы типографию не узнали. Что угодно могли сделать. Аварию. То есть, даже немало не сомневался. И только последние книги указал, где готовиться. Это Горно-Алтайска. Здесь, в Барнауле, не издавал. У них типографская. Там все. Обустройство хуже. Книги хуже издают. А это издавали там. Эдуард Васильевич. Начальник у них. Я ездил туда. Поблагодарил их коллектив. Все-таки издали мы вместе 38 книг. Да еще из них. К истинному православию. Второй раз уже не в тысячу, а в 3000 экземпляров. Переиздали. И Новый Завет переиздали. И для Слова Божия нету сламинированное. Это вот я говорю, что один сделал человек. Один. А как так? Бог, благодать. Это не мое. Павел говорит, я более всех вас потрудился. Они сейчас умирают. Да, вы хвалитесь. Павел говорит. Слово Божие говорит, хвалящееся, хвалить Господа. Мое там ничего нету. Господь. Так я показываю один. А священникам здесь, если в 70, вы в 70 раз должны были больше сделать. Так вы священники. Вот так. Я в ЛТП тут работал. Там уже после отсидки. Там сидели еще наркоманы. Там проще это. И которые обслуга и говорят там. Военные. Это все. Почему военные, я не знаю. У меня голубя тут воркует. Приходите. Поп тут приходит. Говорит, еще не может ответить. Полупьяный, грязный такой. И я-то какой, я что числи. Нет, говорит, это не то. Так я говорю, я не люблю вмешиваться. Где они ведут работу, я стараюсь там не быть. Зачем? Это они за мной гоняются. Гонялись меня везде, старались вышибить. Всякие кляузы писали в университеты, а сами ничего не делали. Силы тратили на то, чтобы свет не воссиял. Осип Бендер пишет. Здоровья Игнатию Тихоновичу, всем жителям Потеряевки. Посмотрел несколько роликов. Просто поражен глубиной знаний Игнатия Тихоновича. Просто библиотека ходящая. Очень близкая мне по духу философия. Долго искал таких людей, единомышленников. С удовольствием смотрю ваши ролики и слушаю слова. Слово Божие. Слава Христу. Не Украине слава. Вчера я написал. Ну, так это уже прошло. Гусейнов Рустам. Игнатий Тихонович, прошу прощения, что я вас часто отвлекаю. Может быть, мой вопрос вам покажется очень глупым и счастным. Но все-таки, по просмотру фильма «Причувствие», я услышал, что у вас на чтение Библии раньше уходило минимум 10 часов в день. Речь шла за Библию без толкований. Если я задаю вопросы такого рода, тогда они являются для меня стратегически важными на данный момент. Не отвечаете, значит, задавать другие вопросы не имеют уже больше смысла. Спаси, Господи. Можно ли будет вам позвонить-то? Я отвечаю, можно. Звоните сейчас сразу же. Ну, и позвонил он, и ролик будет там через неделю где-то. Вот. Я ему ответил. Библию считал без толкования. С толкованием Библии только вот Лопухина в 12 книгах. Ну, я их в 3 книги сбили, 3 тома. И написали бесплатно там к тысячелетию крещения Руси. И продавали. Цена была... Ой-ой-ой. Какая в церкви. Мантек Германии. Мир вам, Игнатий Тихонович. Воистину вы человек, который может сказать правду. Бог есть правда. На многие вещи, которые смущают людей в электронной сети, или, скажем так, вводят в смуту, вы открываете глаза. Я так думаю и так думаю, а вы это сказали вслух. Я так думал. Открываю глаза на истину, и от этого на душе стало легче. Спасибо, Господи. Это все сегодня, за ночь пришли. Вот тут уже другое песнопение. Благая весть. Богослужение на русском. Это вот уже вышло-то. Будут посажены враги мои. Все враги мои. Это вышло. Теперь вот. Гордость папства. Человек-убийство ложего Ватикана. Фатимская весть. Трагедия или надежда. Книги к истинному православию. Отсюда идет. Вот то, что я тут беру, считаю, и другим даю. Это вот, что за день написали мне. Ну и вот. Это мой мир. Где я с шапкой. Где я с голубем. В шапке стою здесь. А если с голубем, туда не писать. Там это копию модераторы сделали. Ну и здесь. Уведомление какое-то вот пришло глянуть. А какое? Кому тут? Андрей Александров все время выделяет мои проповеди. Я ни в семинаре, ни в академии не кончал. Я просто молюсь. Я это ответил Рустаму Гусейнову. Ответил. Вчера была с ним беседа. Ну, второе. Это наш православный форум. Игнатий Аллаткин о воскресе Библии. Вот вопросы тут бывают. Задают. Но вопросы такие, что на них отвечать. Даже вопросы. Вот один задает. Все не задал. Я его отвечать даже не буду. Матфея 18,6. А, нет. Вот это вот. Доброго времени года. Уважаемый Игнатий Тихонович, у меня к вам вопрос. Как православие относится к депрессии? И как из нее выйти? Дайте, пожалуйста, ответить. Депрессия. Нет этого слова в Библии. Уныние есть, отчаяние. Как выходить? В него не надо заходить. Надо молиться и радоваться. Вот какую-то картинку вместо себя поставил. Не нравится мне это. Поэтому все лукавите везде. Замечания нет. Тамбовская область. Но фамилия-то есть, как случайный прохожий. Дмитрий. Правда, есть тут. 993. Фотографию бы поставил. Вот. И в него не надо заходить в депрессии. Я не знаю. Точный ответ я знаю только по писанному. Но это не то. Надо опыта своего не имею. Уныние и отчаяние. Я отвечаю. От плохо сделанной работы. Надо делать все на отлично. Вот. Я простой такой ответ даю. Все. Молиться. Напряженно. Искренне. Сочувствовать. Помогать. То есть хорошо сделанная работа. Я нашел такой выход. А когда плохо делаешь, там развалюха. Тяп-ляп известный бракодел. Он всем на стройке надоел. Дела его идут негладко. За неполадкой неполадка. А штукатурка такова, что трудно подыскать слова. Это у нас плакат, помню, на работе такой висел. Ну и вот теперь мы здесь посмотрели. Сейчас я на первую страницу выведу. И православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну вот выставил сегодня я опять 14 роликов. За день-то еще с 15-й будет. Нет. 9 сегодня. 9. Ну может быть еще что-то будет. Занятие там в следующий раз. Вот оно где идет. И что у нас подписчиков 14 583, просмотров 14 миллионов 272 651. Ну вот так Степаненко показал, говорит, у вас тут больше, чем какие-то ипорхиальные там свои ставят. Они тоже открывают видеоканалы, а посещаемость слабая, слабая. Ну неинтересно, пресно говорят. Я в библиотеку одну сдавал книги свои, а там епископ маленькую типографию имеет и тоже свои книги издает. Ну а год проходит у них правило, никто не берет, они книги возвращают хозяину. А он пришел, мои книги, а их нету где, говорит, они на руках. Он потом мне и говорит, ну разве это справедливо, вы и там и Феофана Затворника издали, там Игнатия Бричанинова. И никто не берет, вообще не берут. Как это так? Да ну откуда я знаю, как так? Там, значит, что-то люди находят, более близкое. Тому тоже надо толкование оставить. И во свете Библии, православный библейский сайт. Вот он. 4124 ответа. Это самое главное, самое ценное. Все, что я издал, насчитал, могут издать. А ответы дать такие, не сделать. Им не сделать. Не сделать. Повторяю, 4124, вот сейчас соберут всех там, кто выступает, Смирнов, Ткачев, всех, какие из них известны. И они на вопросы эти не ответят. То есть будут так говорить, которые не соответствуют действительности. Я отвечаю всегда по четырем параметрам. Что об этом говорит Святая Библия? То есть она у меня должна быть вся передо мной, как открыта. Я за кафедрой стою в университете. Что об этом говорят Жития Святых? 1173 биографии Жития. Что об этом говорят Святые Ацета? 300 томов. Вот. Я должен это. И что говорят Канона 719? 7 вселенских соборов, 9 поместных и 13 святых учителей. Книга правил. И вы это знаете? Ну, как знаю? Ну, знаю. Я вспоминаю один случай, если не слышали от меня. Я как-то сижу в синоде. А епископ отвечает. Там что-то. Люди бывают довольны, недовольны. А я считаю, а краем глаза-то смотрю. И как только вышли муж с женой с жалобой. Там на священника, я не знаю, сейчас уже. Он говорит, что что-то там такое было, что они виновны и должны отвечать. А я ему говорю, владыка, так это не так. А правила Анкирского собора, говорю так. Да вы что, он полез в правду. А они еще в коридоре там приемной сидят. Он говорит, ну-ка верните их. И говорит, так вы не правы. Видимо, где-то на кого-то жалоба была. А почему? Анкирский собор так сказал. И потом, когда вышли, он говорит, так это вы еще правила все знаете наизусть. До того удивился. Потом он стал митрополитом сейчас. Я говорю, да. Я составлял симфонию, три года я ими занимался. Тогда никуда не уходите, сидите. Тут еще жалобщики пришли, там видно на попов. Вы ответили, ну я рулю-то не в пользу попов. А в пользу истины? Ну, ответите. Вот. Вот такие дела Господь говорит. Да, не, мужчина, да, нет. Ничего у меня нет. Но у меня есть то, что у них нет. Об этом мне Лев Лебедев сказал. Это любовь к Слову Божию, любовь ко Христу, к Библии. Вот так. Я думаю, на сегодня, наверное, уже полчаса есть. Никого нет. Тут сижу один. Все пока.